Здравствуйте, мы сегодня беседуем с Наргизой. Здравствуйте, Наргиза. Здравствуйте, Борис Юрьевич. Очень рада вновь вас видеть. Да, здравствуйте. Она переводчик, она автор. Хотим мы сегодня поговорить о переводах. Да. Что для вас является литературный перевод? Литературный перевод для меня является, ну, наверное, не только для меня, для всех является мостом, да, мостом между различными культурами, различными народами и различными ментальностями. То есть посредством перевода мы можем понять душу другого человека, понять то, о чем он думает, и его нравственные ценности и духовные. Вот. И без перевода, я думаю, вы согласитесь, да, мы бы не узнали бы, не читали бы ни Шекспира, ни Бадлера, ни других мировых классиков, потому что именно благодаря переводу мы знакомимся с великими произведениями. Я считаю, что когда пытаются чрезвычайно сохранить колорит оригинала, то на другом языке получается некрасиво. даже не колорит, а как бы смысл, что ли, это всегда ближе к подсрочнику. Допустим, в произведениях, где нету рифмы, и, ну, допустим, переводы с китайского. Вот я переводил лао-цзы. Там обычные переводы – это, по сути, подстрочник, очень коряр. А здесь необходимо передать саму мысль, сам смысл сказанного, а как можно более в привлекательной и гармоничной форме. И я перевел это как в стихотворной форме. Да, я с вами согласна в том, иногда то, что звучит на одном языке достаточно красиво и хорошо, на другом языке оно вообще не будет иметь звучания и даже может получиться даже некая бессмыслица, да. Поэтому передать идею, главное, стиха, дословный перевод, конечно, в художественном переводе, я думаю, он не приветствуется. Всегда приветствуется дух стихотворения, его идея стихотворения и музыка стихотворения. Да, вот эти, наверное, три сопоставляющие. И если это все вместе гармонирует друг с другом, тогда может получиться хороший перевод. Но я вот хочу сама про себя сказать, что я в переводе не так давно. Я начинающий переводчик, да. Это случилось всего два года назад. Но за два года, я думаю, что проделана немалая работа. Все началось с того, что поэтесса из Кыргызстана, Саран Беркин-Алиева, возглавила Союз писателей Северной Америки, Кыргызское отделение. Так как большинство писателей из Кыргызстана все-таки кыргызскоязычные авторы, чтобы их приняли в этот союз, нужен был перевод стихов. И тогда она меня попросила заняться переводом. Я, конечно, очень сомневалась, отнекивалась, говорила, что я не могу, что это, я могу писать стихи, но переводить не могу. Ну, она как-то до меня достучалась, достучалась. И я попробовала, попробовала перевести один-два стихотворения. И я как-то в этот процесс погрузилась, мне понравилось. Мне понравилось чувствовать мысли других людей, погружаться в них, немножечко на миг становиться этими авторами и передавать их мысль. И вот таким образом у меня, я перевела, оказывается, ну, не все, конечно, это были те, кто собирался стать членом Союза Северной Америки. Потом начало работать сарафанное радио, да, называется, да. Никаких реклам я не давала. И там одни начали предлагать, вот, пожалуйста, Наргиза Карасартова, дайте на перевод. И вот так оно и пошло. И я думаю, что за это время я перевела достаточное количество стихов. И у меня недавно вышел сборник Платан в издательстве Альтосфера, в вашем издательстве. Рекомендую его прочесть. И там только есть еще авторы из других стран, но в этом сборнике только авторы из Кыргызстана представлены. И я даже вот, давайте я вам примеры, да, переведу, как оно переводилось, да. Вот, допустим, возьмем автора Бибера Вектенова. Кёрт-Тирелик. А вы уже сами скажете, удалось мне или не удалось, получилось, или это больше получилось, ближе к оригиналу. Ну вот сейчас. Это вот на кыргызском оригинал. И вот дословный перевод, да. Вот хлопоты связывают мои руки. Очень жаль, что нет времени на мои стихи. Когда заканчиваю работу, смотря на бумагу, то становлюсь счастливой и спокойной. Ну я так перевела. Дословный перевод. И вот, тогда мои мысли полетят в широкое поле. Я буду плавать по морям и океанам. В мою душу может меститься целый мир. И дух будет вливать эмоции в мои песни. И уже мой перевод. И мысли полетят в раздолье поля. Не чувствуя морей, я поплыву. Вселенная во мне, все в моей воле. Свой свет души я песням подарю. Хлопоты. Не забирайте у меня много времени. Не злоупотребляйте. Не отнимайте от стихов. И так жизнь прошла в заботах. Поэтому живите от меня подальше. И я перевела таким образом. Не отнимайте времени заботы. Не говорите нет моим стихам. Обы туди свои круговороты. Чуть отдались. Не следуй по пятам. Прекрасно. Ну, я думаю. Ага. Вот. Ну, я думаю, что здесь, да. И дословно я не переводила. Я переводила это так, чтобы на русском языке оно звучало. У вас удивительное чувство языка русского. Удивительное. Удивительный вкус. Очень-очень хорошие стихи. Спасибо. Спасибо. Да, мы единомышленники в этом смысле. Спасибо большое. Можно было, конечно, заморачиваться и постараться сделать, как у него. Там у него идут две строки рифма. Бюбера Бектенова. Бюбера Бектенова. Это она, женщина. У нее идет, как бы, первые две строки, они рифмуются. Да, да. Она джамана, отурганда, калам, руки. Да, да, да. Можно было заморачиваться, конечно, и стараться следовать этому. Ну, но это не обязательно. Да, но это очень, знаете, очень тяжелая работа, потому что если иногда то, что метрически звучит на крыльском языке очень красиво и напередно. И не факт, действительно, что это будет... Хочешь передать на русском, оно получается... Да, 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 коряво получается. Звучно, да, оно звучит коряво, и поэтому иногда я метрически отхожу, но не на много. Может, там на один, на два слога могу отойти, чтобы все равно оно было приближено к оригиналу, я стараюсь. Чтобы музыка оставалась, если не такой, как это сказать, не такой же, но хотя бы похожей мелодия, чтобы стиха оставалась похожей. Так, и вот сейчас еще. Умитай Италиева. Бакыт кельды, бакыт кельды, на крыльском это означает счастье. Чедам хайлык дженет барын. Значит, значит, скажу, что я сейчас нельзя говорить. Так, бакыт кельды, это значит счастье пришло. И чедам хайлык дженет барын, туду мушта, максаты на тын ищенеб басканды, дженеш кютют, умитым ду, узбегун, булут такай каптай бервейт асманды. Это конец. Так, можно я сейчас скажу, что вы же можете сделать монтаж, да? Да, да, да. Да, сейчас. Скажи, когда я, значит... Да, продолжим, да, да. Умитай Эралиева бакыт кельды. Я полностью стих не буду читать, он достаточно длинный. Я просто хочу прочитать четверостишие, да, последнее четверостишие. Она сама любит этот стих, очень часто выставляет его в соцсети, и он там занимает какие-то места. Так, вот четверостишие, последнее бакыт кельды. Бакыт кельды – это на кыргызском означает «счастье пришло». И дословно, да, терпение все в жизни побеждает. Слушай цель, верь в нее, победа ждет, не теряй надежду. Облако не всегда закрывает небо. И мой перевод «Лишь терпеливый в жизни побеждает, кто верит в цели, уверенно идет, свернет за угол, а там ждет награда. Небо не всегда льет серым дождем». И тут у меня были попытки на переводы на английский. Я так и назову их попытками, да, потому что я не буду говорить, что я прям великий переводчик английского, но по крайней мере я стараюсь в этом направлении идти тоже и развиваться. Ну тут, конечно, англоязычную часть редактировали редакторы, да, англоязычные. И я думаю, что где, если были мои шероховатости или корявости, то они были исправлены, да, благодаря тому, что... Да, давайте я тоже приведу пример с английским переводом, с английского. Вот, собственно. Это сонет Шекспира, где я пытался сохранить созвучие строк. Вот, допустим. «Love is the orient when the gracious light lifts up his burning head, each under eye doth homage to his new appearing flight, to hearing what looks his sacred majesty». То есть за 400 лет произношение изменилось. Да, изменилось. Слово «мэджисти» рифмовалось тогда со словом «ай», «мэджистиай». Да, немножко даже слова изменились, да? Да, конечно, это и написание старинное. Но если мы будем придерживаться современному английскому, оно не будет рифмоваться больше. «Sacred majesty» under eye. Не рифмует. А что я сделал здесь? Я попытался срифмовать в русском созвучно. «Light – рад», «I – край». Видите? «Когда восток младому солнцу рад, Как верный пёс его он лижет край, Так приковав к себе всех смертных взгляд, Ты как светила в свитах птичьих стай. «Love in the orient when the gracious light, Когда восток младому солнцу рад, Лifts up his burning head, each under eye, Как верный пёс его он лижет край». Видите, я сделал созвучно. Да, да, да. Тут вы сохранили, главное, музыку стиха, да? Его метричность. И приблизили к оригиналу. То есть созвучие почти одинаковое. Что в оригинале, что у вас. Опять же, в чём красота сонетов? Красота сонетов Шекспира и в их звучании. И здесь я попытался именно передать Не только размер, но и звучание. Допустим, дальше. «Heavenly hill» – небесный холм. «Hill» – «Hill» – «Hill» – «Seal». Дальше. «Beauty still» – расточает пыл. «Да и когда уже в рассвете сил, Напоминая всадника в седле, Золотое солнце расточает пыл, Вновь обратятся взгляды все к тебе». То есть вот такой вот буквальный подход для сохранения, Сохранения. Или вот здесь другой. «Music sadly», «Breadly». «Breadly». Как музыку твою заглушит. «Breadly», да? Похоже очень. «Не бьётся сладость ведь со сладостью войной». А здесь «Joy delights in joy» – «войной». «Зачем мы любим тех, кто нам желает смерти, И недовидим тех, кто манит за собой?» «Why love do that which thou recast not gladly, Or else recast with pleasure thine anoint?» Видите, очень близко. «Войной gladly», да? Да, я считаю, что это довольно уникальное. Конечно, это требует очень большого труда, Но надо сказать, что и окончательный результат Достаточно интересен. Рукою затерпну, скопление звуков, пауз. Confounds. У вас, получается, даже конечные рифмы схожи с оригиналами. Именно, это не смысл. И пальцами едва, затронув струны мира. The finger, да? Be, gear, да? Когда это была буква «с» обозначала. А, это «с» обозначало. «Singleness» the Parsingal should bear. Внезапно мы поймем, Что нам милее хаос, Чем музыки любви, Гармония эфира. Как чаду своему Любая мама рада, Как матери своей Любой стремится сын, Так музыка любви, Взрывая все преграды, Желает лишь того, Чтоб не был ты один, Того, чья песня бессловесна, Знаешь сам, Ждет впереди Лишь небытья Капкан. И рифмуется Симен уан, Уан капкан. Видите? То есть, вот такой вот. И этого вы еще получали, Изучали произношение Древнеанглийских слов, Потом Переборя стихи, Вы изучали произношение Древнеанглийских слов. Это Ну, все равно Он же отличается От современного английского. Да, он отличается. И как видите, Я взял Для книжки, Я взял Оттиск Первой публикации, Поэтому так сложно читать, Потому что И написание, И грамматика Да, 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 сложно читать. Даже буквы выглядели по-другому. Даже как-то С По-другому здесь пишется. Но это вообще уникально. Вот. Но Далеко не во всех переводах Я этому следую. То есть, я чувствовал, Что Перевод сонетов Он требует Именно Звучания. Потому что сонеты Удивительно Красивые стихи. Если мы вот возьмем Известные сонеты Даже вот я слушал По-киргизски, да, Кыргизски. Как красиво звучит Стихотворение. И можно Можно проследить И ритмику И определенную Рифму. Вот. То же самое С английским. Не обязательно Даже понимать. Вот. Но если мы Берем Из самых Самых Известных Стихотворений, Скажем. Вот это Известно. Не дай мне Бог Препятствовать любви Ее основа Вера в постоянство Не любят те, Кто разные пути В обход Находят Изогнув Пространство. О, нет, Она Как истинный Маяк Горит сквозь Бурьи Мрачная Ненастья. Любовь Звезда Что Разрывая Мрак Своим Лучом Ведет Корабль К счастью Любовь Не знает Времени Оков Она Как Компас В море Бесконечном Она Как Небо Ласковый Покров Все Покрывает Уготовав Вечность Коль Я Не Прав И Лож Слова Мои То Я Не Жил И В мире Нет Любви 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы переводили не только англоязычных поэтов, не только Шекспира, но также вы переводили, как я знаю, французскую классику, переводили Бадлера, переводили Ромбо, переводили... Вот сейчас... Совершенно верно. Совершенно верно. Если мы возьмем Бадлера, тоже очень важна красота звучания. Вот стихотворение «Враг». Субтитры создавал DimaTorzok «Боль, о боль, как время жизнь точит, Тайный враг, что в сердце гложет раны, Кровь он пьет, а сердце кровоточит, Кровопийца ж крепнет непрестанно». Я просто читаю вам по-английски со слов «боль, о боль». «О доле, о доле, о доле, ле та манш лави, Эл абскюр анеми, Ки нурунш ле кэр, Дю сан ки ну пердон, Крова и се фортифи». Видите рифмы «Ля ви», «Едине анеми», «О доле, о доле, ле та манш лави», «Время пожирает жизнь», «Эл абскюр анеми», «И неизвестный враг», «Ки нурунш ле кэр», «Который грызет наше сердце», «Дю сан ки ну пердон, Кровь, которую мы теряем», «Куа эссе фортифи», «Его лишь укрепляет». Это удивительно, вообще удивительный перевод. Мне кажется, если бы Вадлер хотел сказать на русском, хотел бы сам перевести, вот он именно бы так и перевел, наверное, этот стих, да? Потому что полное созвучие. Спасибо большое. Есть еще известное стихотворение, которое учат даже в школе француз. «Альбатроса», да? Да. «Когда какой-то час тоска грызет матросов, а недосужих птиц...» Сейчас, сейчас, я даже сейчас вспомню этот стих. А давайте я этот стих Якубович переводил, кажется. Этот стих я переводил. Да, нет, вообще, который мы знаем, да? Когда в досужий час тоска матросов, они досужий час пытаются картотать огромных, ловят птиц, альбатросов, которые сюда так любят провожать. Ну вот дословно не помню, вот так помню. А у меня так, огромных птиц морских, беспечных альбатросов. Когда себя развлечь желают экипажи, попавшихся в селки, скучающих матросов, на палубу швыряют, вываливая в сажи. И вот царей лазури, парящих с кораблями, предчувствующих бури, погибельные волны, несчастных и хромых, с бессильными крылами, хмельные моряки высмеивают злобно. Скорейший из гонцов теперь едва ступает, краса воздушных сфер взлететь, увы, не может. И кто-то ему в клюв табачный дым пускает, над ним морстросы ржут, передразнив, похоже, поэт, ты альбатрос. Ты так же без усилия паришь в туманах грез и в сферах рифми стро, и так же, как ему, тебе мешают крылья ходить в толпе зевак по смешищам глупцов. Вот странное дело, да, хотя мы знаем другие вариации перевода, этот перевод прям сразу сердце воспринимает как что-то новое и интересное. Если вы посмотрите, да. И ты хочешь выучить уже эту новую версию альбатроса. Сохранить оригинал. Здесь слово «экипаж». Вы видите слово «экипаж» и я его сохраняю, «экипаж». Сохранить оригинал. 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 Вообще французский язык он удивительный, да? Такой красивый вообще. А вот я просто французский не знаю, но французский, даже не зная, всегда хочется слушать, да? Просто из-за того, что настолько удивительно красивый язык. И как вам удалось выучить? Ну, или то, что вы непосредственно живете в Канаде, и там надо знать английский и французский, или вы выучили французский язык еще до... Нет, я уже 22 года в Канаде, начал я учить французский в 2005-м. И в Торонто, к сожалению, очень мало французского языка. То есть практически французского языка здесь не встретишь. Но моя бабушка знала французский... Любовь к французскому. Если мы возьмем Рэмбо... Тоже удивительная красота. Ну, вот это, допустим, да? Синим вечером летним уйду я в поля, Побреду босиком по прохладной траве. Теплый ветер тихонько догонит меня, Пробежав по вихрастой моей голове. Нет ни мыслей, ни слов, оттого и молчу. В бесконечной любви возродилась душа. Никуда не спешу, ничего не хочу. И природа, как женщина, ждет, не дыша. Парли ссор, блюдетей, Жерей dans les сантьяр, Пикутей парлимлей, Фулей лерд меню. Ревур, я sentirai Лафашу ами пьет, Жерей леврон, Баннер ма тэд нуй. Жене парлярай па, Жене пенсерей гриен, Мэля му ган финий мэн тра дэн лам. Жерей луан, Баннер луан, Камин бой миэн, Парля натур, Эскум, Авэк, Эн фам. Песня, песня. Да, и сохранено, Очень многое сохранено. Вот, допустим, Жене парлярай па, Жене пенсерей ген. Я не буду говорить, Я не буду мыслить. Нет ни мыслей, Ни слов. Мэля мурам финий, Момон тэра дэн лам. Но бесконечная любовь Возродится в моей душе. В бесконечной любви Возродилась душа. И так далее. Нет, это очень красивая. Очень. Прямо песня, да? Такая красивая песня Получилась. Да, можно я вот просто Схожий стих Прочитаю свой, да? Из поэта Шаэра Абылова. Просто вы сейчас Прочитали. И вот по музыке Мне показалось, Что они схожи. Сейчас. Вот. Чо газын гүл. Чо газын это тюлпан, да? Сағынып, 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 Мэн, Чо газын гүлім сені, Сый кырвы сүйінің күлім дегі, Кучағыма, Кысқында, Джытыңды ескеп, Сүйі сезім, Козғуд, Делім дегі. Если построчник, То получается такой. Я скучаю по тебе, Мой тюльпан, Ты магический цветок любви, Я обнимаю тебя И чувствую твой запах, Чувство любви Пробуждается в моем сердце. И вот чем-то он мне напомнил Тот стих, который вы сейчас Прочли по мелодике, да? По тебе я скучаю, Мой яркий тюльпан, Ты волшебный, Весенний, Мой мир оживенный, Ароматный и пряный Сожму в свою длань, Вот теперь в теле слышу Симфонию любви. Джеренем да тюрептюр Күльдой сені, Ёзенем да тюрептюр Күндой, Күндой мені, Сулу джаздың күльдорю бұлуп турсак, Ёгы үздің кім турат Сүйбэй дегі. А что такое? Күндой сені, Күндой мені? Богат сүйбэй дегі givesі, Кто нас не полюбит. И тут я так перевела. Да, то есть смотрите, ТОЖЕ ДВЕ СТРОКОЛИЮЮЮЮЩА, ТРЦЯ АДАЯ, ЧТОРЮТАЙ РИФМУЮЩА С ДВУМЯ ПЕРВЫМИ, Да, да, тут получается, я немножко перевела по-своему, не так, как «Сенни Мени», то есть «Сенни Мени», а у меня получается, да, «Мать-земля породила тебя, мой тюльпан, родила меня мама, красивая, как ты, Я хочу быть весенней, как легкий обман, пусть влюбляются в нас, мы ведь счастье цветы». Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Хотя, если бы я переводил, я бы сохранил вот эти две строки, видимо, это что-то традиционное для киргизской поэзии. Вы знаете, что еще можно сделать? Да, для киргизской поэзии вообще все слова рифмуются в киргизской поэзии, настолько это поэтичный язык, что мне кажется, все слова тут похожи на рифму. Когда вот такая форма, можно стараться делать созвучные слова. Вообще, я хотел сказать, что на каждое слово, поставленное в строку, автор перевода должен ответить, почему именно это слово, почему, что, какую функцию оно несет. Либо это какое-то особое созвучие с другими словами, либо оно несет точную передачу смысла оригинала, либо это необходимо для более интересной передачи того, чего даже нет в оригинальной, но чтобы создать вот то же самое ощущение. И это очень важно, не должно быть проходных слов. У нас есть очень мало места для того, чтобы выразить наше восхищение тем произведениям, которые мы пытаемся донести людям, владеющим другим языком. Поэтому каждое слово должно отвечать на вопрос, почему. Конечно, идеально, если оно и созвучно оригиналу, и несет тот же смысл, и созвучно другим словам. Совершенно неверно считать, что рифмоваться должны только быть созвучными только последние слова в строке. Очень важно стараться достигать созвучия внутри строки также. У вас очень хорошие переводы, очень мелодичные, и все слова, конечно же, на месте. Давайте тогда мы будем по очереди. Один вы, один я. Ага, хорошо. Можно что-нибудь из Тагора? Сейчас мы дойдем до Тагора. Вот довольно сложная задача переводы с латыни. А Гай Валерий Катон – это самый первый лирический поэт. Древнегреческий или древнеримский? Нет, он древнеримский. Древнеримский, да? Из-за того, что я медик, мы изучали латынь, и поэтому, конечно, я бы не мог знать латынь достаточно, чтобы переводить, но, по крайней мере, вот очень интересная вещь. Смотрите, его возлюбленную звали «лезбия». В современном языке слово «лезбия» имеет коннотацию нестандартной сексуальной ориентации. То есть, что бы вы ни сделали, если вы переведете ее имя, и это будет звучать «лезбия», что бы вы ни написали, у современного читателя будет коннотация именно та. Вот. И поэтому я не стал переводить. Изменили имя ее? Нет, вообще упустили имя. Зачем имя? А, упустили имя, да? Девуши? Девушка, женщина, не говорила. И здесь нет рифмы, они не пользовались рифмой, но, чтобы показать красоту, я сохранил, то есть ввел рифму. Будем жить и будем мы любить, мудрецов не будем слушать вредных, за их речи жалко заплатить, даже и одной монеты медной. Солнце снова сядет, помолчим, тихо ты со мной присядешь возле, жизнь как луч в бескрайнейшей ночи, небытья того, что до и после. Лучше мы друг друга целовать, будем много тысяч раз беспечно, в поцелуях легче забывать, что ночи нас окружает вечность. Будем жить и будем мы любить, ни на что, увы, не уповая. В этом мире надо просто быть, пока вечность не пришла. Начинаю. Вот этим стихам две тысячи лет. Сейчас ваша очередь. Удивительно, да? Удивительно, мне кажется, что вы их... Если бы я засунул туда имя лезвия, я бы все испортил. Ажи, да, потому что все впечатление от стиха испортилось бы одним мнением. Принимать. То есть все бы думали, а что это за лезвия, а что он ей посвящает и все такое. Да, 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 да. Ну, так получилось, да? Так, и сейчас тогда моя. Это мой стих, он нерифмованный, называется «В палате больничной». В палате больничной стонет прошлое, и видятся кровопотеки и синяки воспоминаний. О, мотылек, сидящий на стекле, скажи, в чем перед тобой виновата? Почему я? Почему здесь? О, мотылек, мы с тобою равны мы и могу. Но скоро эта стадия пройдет, и когда я умру, тоже буду равна тебе с поправкой больше и краше. Стану парусником Аака, буду жить в ильмовом лесу, сверкая космическим блеском. И однажды, величественно сидя в кроне вяза, на травой перезревшими грибами, среди насекомых и жуков, средь благоуханной листвы, вспомню эту больничную койку и тебя, шуршащего мотылька. Ну, здесь это была моя проба перевода на английский язык. In a hospital room. In a hospital room, the past is growing, and I can see the bruising of memories. The rusting mouth that is sitting on the window say to me, In what way I am guilty before you? Why am I here? О, worldly смолы, вер экюэл, вер имагом. But soon this stage will be passed, and when I die, I'll again be экюэл to you, but better and more beautiful. I'll be marked still bored. I'll be living in the woods of elm, sparking with cosmic brilliance, And once majestically sitting in the crown of an elm, Above the grass and the hour-ripe mushrooms, Among any insects and bugs, amid fragrant foliage, I'll remember this hospital's beds. I'll remember you, my worldiest and lasting friends. Вот это была моя попытка перевода на английский язык. Мне было... Это как белый стих, поэтому мне было немножечко легче, Но я постаралась передать настроение этого стиха И его, как бы, суть этого стиха. Все, вас слушаю. Очень хорошо переведите, да. Равин Драндан Кагор. Опять же, обратите внимание, У него в оригинале, у него, Чтобы показать такую замечательную картинку природы, Черепашки ползут к воде. То есть, очень экзотичные животные, Нам кажущиеся экзотичными. И я переделал на то, Что кажется уютно для нас. Полянку, где, подставив спинки, Семейки нежатся грибов. Потому что, если мы напишем о... Да, вот создается атмосфера. Люблю я мой осенний мрек, Цветов беспечных увядания, Плотов из детства провожания, И вот ленивых томный бег, Птиц перелетных оберег, И амулет рыбачьих лодок, Сулят несчастье и свободу, И продолжение светлых лет, И дивных аистов полет, Сулящих мне рождение внука, Начало жизни новой мука, Любви надежду подает. Ты любишь заросли лесов, И берег противоположны, Узор ветвей тертящи, сложны, И уханье бессонных сов, И шепоты беззвучных слов, И змейку юркую тропинки, Полянку, где, поставив спинки, Семейки нежатся грибов. Немую песню ветерков, Что зыбки колышут тени, Прохладная ветвей сплетенья, И крон деревьев сонный кров, Уютной полутьмы прохладу, Тенистой рощи тишину, Коль большего тебе не надо, Пойму я это и приму, Меж нами ведь река струится, И песню вечную поет, И прошлого уплывший плод, Уж никогда не воротится, И мы на разных берегах Одной реки внимаем песни, Но слышим разное, хоть вместе, Подумать только в двух шагах, Что неизбежно должно сбыться, И то, что будет, должно быть, Свой берег будем мы любить, Меж нами ведь река струится. Замечательно. Я обязательно должна Купить вашу книгу переводов, Заказать, чтобы просто, Чтобы просто насладиться Вашим творчеством и вашими переводами. Давайте последний ваш, Потому что у нас уже кончается время. Пожалуйста. Время кончается, да? Ну, хорошо, тогда я не буду читать, Я просто хотела еще рассказать О переводчиках Кыргызстана, Но у нас уже времени не осталось, Я тут подготовила книжки, Что я буду о них говорить, Но мы до этого... Мы в другой раз поговорим, Ничего страшного. Да, мы в другой раз об этом поговорим, Поэтому я хочу еще раз Напоследок послушать вас, И мы можем закончить. Хорошо, тогда мы возьмем... Сейчас посмотрим. Там просто уже не мои стихи, Я подготовила, поэтому... Да. Давайте возьмем... Кого мы возьмем? Сейчас, минутку. Немецкое, из немецкого мы не брали. Нет, мы возьмем очень оригинальное. Мой перевод Пушкина на французский. А, на французский, да-да. Я как-то слышала ваш перевод. Я вас любил, да? Любовь, еще быть может. Вот оценим. Естественно, я тоже пользуюсь Советами носителей языка, Чтобы было выверено, Но в основном они соглашаются. И так совершенно известное нам Я вас любил, да? Я вас любил, да? Я вас любил, да? Вот, собственно. Ну, это замечательно. И музыка, по-моему, та же самая, да? Что и в оригинале. Ну, если слова, поверьте мне, Тоже. Вот, допустим, Гетте, да? Перевод из Гетте. Сейчас. Очень известное стихотворение, да? Снежные вершины спят во тьме ночной. Да, 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 да. Я перевел так. Я попытался сохранить оригинал, оригинала, мелодику оригинала. Над снежностью вершин, покой, Лес в нежности один, такой, Ни крылья в птичьих взмах, Ни песен их в ветвях, Ни шума ветерка, И ты поспи пока. Да, у вас больше похоже на оригинал. У вас больше похоже на оригинал. И ты поспи пока. А здесь написано, И ты тоже отдохни. Руис, дю, ау. К сожалению, нам надо уже... Да, замечательно. Нет, это мне очень вообще, мне хочется в вашу книгу переводов. Я вот аудиокнигу слышала, но мне еще хочется как посмотреть, как бы пощупать стихи ваши, еще раз перечитать, потому что иногда аудиокнига – это хорошо, но хочется тоже иметь книгу. Огромное вам спасибо за возможность обсудить эти вещи. Спасибо. Это уже хочется иметь. Спасибо большое. Я все, что хотела, не смогла сказать. Я, кажется, одной передачи мало, я только свое смогла прочитать. Я хотела еще рассказать про переводчик, про вообще деятельность Кыргызстана, переводчиков. Обязательно мы еще поговорим об этом. Спасибо. Я даю вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.